Жителям средних пахачей привезут часть недостающего угля из соседнего села. Для этого из районного центра пригонят вездеход. Сейчас хозяин транспорта меняет ему гусеницы, герметизирует и проводит техобслуживание. Машине предстоит преодолевать многочисленные реки и перевозить большой груз. На сегодняшний день собраны заявки от 39 домовладений на обеспечение их углем. Определен объем угля, необходимый на первые два месяца, для того, чтобы жители могли продержаться до открытия зимника, когда будет завезен основной объем угля в средней пахаче. Это 45 тонн. Вездеход должен выехать из теличек 12 октября. Он доберется до пахачи примерно за два дня. Таким образом, ориентировочно в понедельник машину поставят под загрузку. Пахачи мы сами не оставим без угля? Сколько там угля? У нас энзем создан. У нас там достаточный энзем. Более 500 тонн дополнительного угля. То, что потребно самим пахачам. Плюс еще 500 тонн у нас лежит энземного угля, который мы сегодня можем использовать, в том числе и для средних пахачей. Грузоподъемность вездехода 15 тонн. Один рейс до средних пахачей обратно можно сделать в течение светового дня. Так что первую партию рассчитывают доставить уже вечером 15 октября. В чрезвычайной ситуации средних пахачек нет. У людей есть электроотопление, есть колориферы в каждом доме. В начале октября проблему обеспечения твердым топливом с жителями села обсудил губернатор. После этого глава региона поручил Министерству ЖКХ и энергетики края совместно с администрацией Алютерского района найти оптимальный вариант доставки угля в средние пахачи. Агентство лесного хозяйства поручили разобраться с заготовкой дров. В них нуждаются жители 42 частных домов. В средние пахачи планирует вылететь лесничий Алютерского района, который на месте определит деляны для заготовки дров населением. То есть это не готовые дрова, это дерево на корню, которое нужно будет самостоятельно заготовить жителям. Таким образом, в ближайшие дни средние пахачи смогут получить топливо. Кроме того, правительство региона обеспечит поддержку снабжающей организации, чтобы довести стоимость угля до средней по Камчатскому краю. А это около 13 тысяч рублей за тонну. Жителям села предоставят рассрочку. Залина Корбанова, Дмитрий Былков, Алексей Кузьмин. Информационное агентство Камчатка.